Мур, привет друг, это Зверько, и сегодня мы пройдемся по шахматам. Я постараюсь помочь тебе их освоить. На данный момент процент попадания на призовые места, то есть топ-3, у меня в 85 процентов, что на тестовом, что на основном сервере. Сначала загадочное правило, которое мне объяснили люди, играющие в подобный жанр от других игроделов. Есть общий котел, где находятся герои, и чем больше человек собирают одного и того же героя, тем реже он выпадает у тебя в покупке и наоборот. Но у меня бывало и так, что я единственный, кто из 8 человек собирает героя синий или зеленой редкости, а он все не выпадает и не выпадает. Все же, в такой игре огромная доля рандома, особенно он напрягает с предметами. Итак, начнем с экономики. Стартуя, мы можем выбрать 11 позиций, которые дадут нам трех стартовых героев. На мой взгляд, профанация и иллюзия выбора, поскольку я не нашел какой-либо зависимости от выбранного номера. Как получать золото? Оно дается после каждого раунда, но как увеличить приток? Первое. Собираем винстрик или лузстрик. Проигрывая на старте, можно выйти вперед по золоту. Кроме того, когда активируется кропка судьбы, игрок с наименьшими хп выбирает приз первым. Второе. Видишь сверху справа 4 огонька. Когда в конце раунда у тебя более 10 золота, загорается 2, а когда более 20 золотых, то 4 огонька. Каждый огонек приносит плюс 1 золото после боя. Третье. Победа над противником приносит дополнительный золотой. Четвертое. Командир Реми своими навыками приносит немного больше денег. Пятое. Сборка героев Эрудитио. Их совместный эффект приносит от 1 до 3 золотых после раунда. Также тебе придется учитывать редкость героев. Белые, зеленые, синие, фиолетовые и золотые. Шанс появления в магазине мы видим в этом же магазине внизу. Стартуем мы с третьего уровня, где популярны обычные герои с белой редкостью. С повышением уровня командира растет шанс получения героев более высокой редкости, а шанс получить обычных падает. Поэтому, если герой обычной редкости не собрался в середине игры, я забиваю на его развитие, ибо шанс мал. Кстати, еще придется запоминать лично, какой герой лучше воюет. Так, например, ульта Сабера с белой редкостью полезнее, чем ульта Селены, на мой взгляд. Итак, начало. Выбираем любой номер, выставляем героев и в магазине покупаем тех, куда собираемся развиваться. Или можно вообще не покупать. Главное не прокручивать магазин, чтобы не терять начальное золото. Если со старта удастся взять Чу и Диги, это вообще красота. К седьмому раунду, пусть просев по ХП, у нас скапливается золото. Тут открываем меню и смотрим, кто как собирается и выбираем себе сильную связку, которую не используют противники. Закупая героев, я оставляю на потом 10 золота, чтобы иметь какой-то запас. И навык командира приносит 3 дополнительных золотых. Кстати, когда срабатывает коробка судьбы, я выбираю предметы или плюс 1 к войску. Но плюс 1 не выпадает в первой коробке. Почему предметы? Потому что их количество на игру ограничено, а шанс получить нужного героя всегда есть при прокрутке магазина. И можно взять, например, свойство убийцы, повесить его на бойца, и система будет считать его за убийцу и бойца одновременно. Таким образом, можно активировать синергию убийц и бойцов, имея на поле лишь двух, к примеру, числокровных ассасинов и еще одного бойца. Тоже полезная штука. Плюс есть пассивное усиление. Когда с мобов выпадает клонировать героя, не обязательно освобождать подклонное место. Можно перед боем выставить героя на поле, быстро его клонировать, этот прием освободит место для других героев. А после этого он остается на поле или убираешь его в руку. Это место, где хранятся герои вне боя. Я фиг знает, как правильно называется. В настольных играх это называется рука. Клонировать лучше для достижения трехзвездочного героя, который максимально силен. И вот, седьмой раунд. Пора выбирать стратегию. Можно выбрать предложенной игрой, нажав в магазине слева кнопку и найдя нужную. Или использовать свою. Рабочие и мною опробованы это. Шесть убийц плюс авангард из двух танков или трех мастеров оружия. Танки вносят контроль, а мастера оружия – исцеление для всей команды. Черт длинно звучит, просто мастера. Борцы, замешанные с мастерами, держат противника в оглушении. Их можно собирать как удобно. В любой пропорции. Шесть стрелков плюс авангард на впитывание урона. И еще. Маги загадочный очень предмет. Вроде дамажат, а вроде и порой выносят их, как кур лисицы. Им тоже нужен авангард и желательно с контролем. Плюс к шести магам очень заходят два или четыре стихийных героя, которые повышают звезды в каждом бою. Многие играют через восточных воинов, то есть алтарь дракона. Но собрать их сложно, поскольку здесь два героя обычной редкости – Зилон Киакай. И еще Линк золотой редкости. Кроме того, сам хоть и фиолет, но он мне кажется слабым персонажем. Зато Ван Ван и Чане порой могут вытащить схватку. Кроме того, Ван Ван сейчас просто имба со своей ультой. Некоторые выигрывают игру, собрав ее со старта. По-хорошему, тебе нужно запоминать любимые связки, надеяться на получение нужных предметов и опять же запоминать эффективных героев. На этом пока все. Пиши свои любимые связки в комментарии и подписывайся на канал. Удачи, друг!